Центром важных для Белоруссии и России событий в эти дни стал Санкт-Петербург. Город на Неве принимает шестой форум регионов двух стран. Завтра в пленарном заседании, как ожидается, примут участие президенты. Но сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин провели неформальную встречу и посетили Валаамский монастырь. Место паломничества для тысяч людей. Репортаж Евгения Пустового. День интеграции начался с марафона перелётов. Утром борт номер один из Белоруссии приземляется у Пулково. Затем наш президент в сопровождении российского коллеги поднимается на вертолёте. Конечная точка – Валаам. По легенде, крест на некогда безжизненном острове поставил лично Андрей Первозванный. Это предание. А вот уже летопись точно свидетельствует об основателях Сергия и Германии. Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным сегодня почтили святых. Экскурсию для белорусского лидера лично проводит президент России. Здесь он бывает ежегодно. Александр Лукашенко совместную поездку на Валаам анонсировал в дни проведения европейских игр, как бы подчёркивая о многовекторности, интеграции и незыблемых приоритетах для Беларуси. Сегодня Православная Церковь вспоминает последнего императора России, пока историки спорят о противоречивом периоде. В истории тогда нашего общего государства понятно одно – государь пожертвовал ради своего народа. О создании благоприятных условий для интеграции темы встречи и нынешних лидеров – это, можно сказать, историческая встреча, но ни в коем разе не келейная, скорее, сакральная. Валаам – это старейший остров монастырь с полсотней скитов. Президенты посещают и Свято-Владимирский. Киевский князь полностью изменил ход истории восточных славян. О разумном и полезном объединении теперь уже двух народов молятся в храмах и предпринимают, как говорят в обители, мирские усилия на разных интеграционных площадках. Одна из них – форум регионов. Здесь нет мелких вопросов. Должно быть противопоставления, во-первых. Во-вторых, они настолько все сливаются, что отделить одно от другого невозможно. Как можно развивать науку, если нет личных гуманитарных, то бишь, контактов между ученым? Как можно развивать технологии новые, если между инженерами, между изобретателями нет контактов? А потом существует ведь такая закономерность, что высокие технологии, научные изобретения, они носят международный характер. Они сейчас в ограниченных национальных рамках развиваться плодотворно не могут. Расстояние в тысячи километров между регионами форум сокращает на дистанцию рукопожатия между губернаторами. Торговые связи Беларусь объединяет с 70 субъектами России. Большая часть из них сотрудничает с Брестской областью. На этом форуме новое соглашение должно укрепить традиционные связи Московской, Иркутской и Ленинградской областями. Следующая встреча – на празднование тысячелетия Бреста. С намеком на такие же долгосрочные перспективы сотрудничества. Экономический потенциал, если брать Брестской области с Российской Федерации, за прошлый год составил 2,1 миллиарда долларов. В этом году за 5 месяцев он составил уже более 800 миллионов долларов США. Естественно, что мы больше продаем, чем покупаем. Но это так и должно быть, потому что у нас экспортно ориентированная область. Поэтому я думаю, что этот форум даст еще один толчок для того, чтобы более тесно сотрудничать с регионами Российской Федерации. От форума до форума товарооборот увеличивается. Пятый в Могилеве вообще поднял планку в два раза. Но эти цифры могли бы быть лучше. И причины не только в разном понимании интеграции в столицах. В регионах надо решать провинциальные болезни. Из-за регионального протекционизма не видят даже пользы от инновационного сотрудничества. Нужно усилить аналитику. Нужно отойти от общего рассмотрения, к деталям, к хорошему анализу. И поэтому то, что мы сейчас делаем в рамках экспертной сессии, как шаг в этом направлении. То есть мы, безусловно, собрали специалистов, которые уже знают, что делать. У них есть хороший опыт и с российской, и с белорусской стороны. Мы обменяемся своими знаниями, опытом. Я думаю, выработаем какие-то подходы, которые позволят помочь в решении этих проблем, которые известны. Мы говорим об интеграции, мы все едины в этом. Но очень важны механизмы, как это делать. В интеграции нелегкий период. Кулуарные темы звучат с высоких трибун Таврического дворца и из уст высоких чиновников. Если у российских функционеров ностальгия по советскому прошлому и амбиции евразийского масштаба, то белорусская позиция – работа ради людей, а не идей. Много дискуссий в средствах массовой информации, в сети интернет происходило по совершенно разным вопросам. Потому что в договоре о Советском государстве, конечно, очень много позиций имеется. И, соответственно, есть о чем поговорить. Я думаю, что дискуссия может быть острой. Сначала надо наполнить конкретными делами экономическую интеграцию двойки. Потом уже ЕАЭС. Пока пятерку ставить рано. Отличниками интеграции могут стать бизнесмены. На пятом форуме в Могилёве договорились о создании общего российско-белорусского совета деловых кругов. В Петербурге, первая такая встреча, в город на Неве, собрались все акулы белорусского бизнеса. Мы открыты к работе и для инвестиций. Словосочетание, которое здесь мы, наверное, очень так выразительно формируем – союзный бизнес. Тогда он почувствует, что такое союзная поддержка. Это вот один важный такой момент. Ну, конечно, есть и другие проблемы. Мы будем обсуждать их и недобросовестную конкуренцию, и ограничения по госзакупкам, и отсутствие общей промышленной политики. Здесь надо искать возможности так, чтобы, даже не имея этой общей промышленной политики, работать сегодня, поддерживать те сборочные производства, которые, к сожалению, пока открываясь Российской Федерации, не попадают под субсидирование, под льготные условия, работают как иностранные предприятия. Подписано более 10 соглашений. Неплохое начало для интеграционного делового совета. В своих портфелях партнёру увезли контракты на сумму 120 миллионов долларов. Самый весомый – у БелАЗа – 50. Учитывая большую локализацию с российскими предприятиями, от создания общего двигателя до роботизированных самосвалов, сейчас новый уровень. В сцепке с российскими партнёрами наш гигант выходит на рынки третьих стран. Под этот проект даже созданы преференции финансового инструментария. Соглашение будет регулировать вопросы, связанные с продвижением нашего продукта, скажем, страны третьего мира. Притом, главный удар мы пытаемся нанести в странах Латинской Америки, в странах Африки, Юго-Восточной Азии. Притом, это не просто финансирование, это дешёвые деньги, которые позволят нам производить и продавать конкурентоспособные продукты. Гигантский БелАЗ смог быстрее вместе вырулить на новый уровень интеграционной кооперации. А вот более мелкие предприятия пока плетутся в хвосте. Продукцию хозяйства Николая Радамана знают и любят в России, что даже копируют и подделывают. А вот вместе работать пока никак. Процесс слияния двух форм собственности – это очень сложно, это требует государственного решения и принятия каких-то нормативных актов. Но я думаю, что в будущем, это дело будущего, что со временем под каким-то брендом надо идти, потому что это не только российская, будет завязываться дружба. Именно по реализации нашей продукции в России мы не должны быть конкурентными, мы должны составлять и дополнять друг друга, а выходить уже на третьи страны. Белорусы и россияни вместе в космосе. Да, у нас лишь спутники в России, целые группировки зондирования, управляют которыми чипы из Беларуси. Наши разработки по многим параметрам превосходят российские. Мы делаем уникальные. Допустим, тот же наш интеграл делает уникальные микросхемы для космических кораблей, защищенные микросхемы. Наша Академия наук делает системы вместе с другими предприятиями разработки в области оптики, в области математики, распознавания образов. И здесь мы тоже на, скажем, передовых позициях во многом обходим. Потом, конечно, биотехнологии. Вот у нас, например, там рассматривается вопрос стволовые клетки-2. Это лечение новых заболеваний на уровне стволовых клеток. Это самые современные сферы медицины. Это ДНК-диагностика, то есть выстраивание прогнозов как по людям, так и, в общем-то, для специальных назначений, так и, естественно, прогнозов различных заболеваний, предрасположенности заболеваний, то, что, как говорится, персофенифицированная медицина. Не надо нас копировать, не получится. Ни во многих интеллектуальных разработках, ни даже в некоторых сегментах машиностроения. Не вместо, а вместе. Это унифицированный посыл всех форумов регионов. Особенности этого – углубление гуманитарных связей, создание региональных кластеров, увеличение туристического потока. Лучшей союзной площадки пока просто нет. Мы не поговорить. Мы за то, чтобы чего-то добиться, чтобы в конечном итоге достичь результатов, чтобы принимать конструктивные решения. И так и работаем, так и выстраиваем взаимодействие между верхними палатами наших парламентов. У нас работает межпарламентская комиссия. Очень эффективно, очень неформально. Малые победы есть. Впереди еще больше. Региональные форумы принесли уже полтора миллиарда долларов для наших бюджетов. Но есть задачи бесценные. Например, совместное празднование Дня Победы. Всегда в повестке форума. А в целом рассматриваются самые животрепещущие темы. Мы можем обсуждать вопросы, которые касаются развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Но всегда в центре внимания должен быть человек. Людям должно быть удобно жить в наших государствах и не чувствовать каких-то барьеров. Сегодня в Петербурге нелетная погода. Впрочем, дождь для города на Неве – привычное природное явление. Хотя завтра принимающая сторона обещала, что потеплеет. Действительно, в Таврическом будет жарко. Ожидается подписание соглашений между регионами и крупных контрактов. К тому же к участникам форума присоединятся главы государств. Тогда точно распогодится. Евгений Пустовой, Анастасия Змачинская, Андрей Иваненко. Валаам, Санкт-Петербург. СТВ.